В архивном отделе муниципального района создается цифровая версия редких материалов. Речь идет о документах, фиксирующих пребывание в Чистополе в годы Второй мировой войны советских писателей и поэтов. Здесь имеются редкие данные, которые ранее не обнародовались. И вот теперь у всех изучающих историю того периода появится возможность соприкоснуться с новыми интересными фактами. Такое стало возможным благодаря инициативе самих архивистов. Мы очень гордимся, что в прошлом году в рамках гранта мы выиграли бесконтактный сканер и теперь имеем возможность для сканирования особо ценных документов. Лишний раз, чтобы документы у нас не портились. Мы их оцифровываем, заносим в программу. Люди спокойно могут у себя дома даже через интернет посмотреть их, изучить, кому что интересно. Ежедневно эти пожелтевшие от времени страницы превращаются в электронную версию. Уже оцифрован внушительный объем документов. Новое оборудование позволяет выполнить работу качественно и оперативно. Для облегчения доступа к электронной версии всем отработанным документам присуждается QR-код. Сканировать документы мы будем не только архивные, но и библиотечные фонды. Поскольку сейчас наша библиотека, которая является ровесником Национальной библиотеки Республики Татарстан, обладает уникальными книгами. Потому проект совместный. Расширить его и обогатить новыми материалами позволяют партнерские отношения с централизованной библиотечной системой. Здесь имеются те сведения о пребывании в Чистополе Союза советских писателей, которых нет в архиве. Они хранятся в библиотечных фондах и регулярно пополняются исследовательскими материалами. Перевести их в электронный вид благодаря возможностям архивного отдела в объявленный год цифровизации – задача общая. Оцифровать и сохранить – это общие интересы библиотечных и архивных работников. И надеемся, что чистопольцы будут с радостью пользоваться цифровой версией этих документов, которые предоставит нам библиотека. Но только одной тематикой архив не ограничивается. Стартует оцифровка из старинных книг. Все они были переданы когда-то в Центральную библиотеку еще чистопольским купечеством. Такой проект не только объединяет специалистов разных сфер, но и помогает расти профессионально, уверены чистопольские архивисты.